наш эфир продолжает программа ивана денисова так и называется час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям не обращайте внимание если произношу какие-то слова не про неправильно или мысли путаются потому что сегодня побывал у дантиста с утра руд канал делали процедура непростая до сих пор пол пол лица замороженных но слава богу что есть еще дантисты которые принимают emergency что называется потому что ну все же закрыты у нас офисы в принципе дантиста за я вас понимаю у меня в соседнем подъезде тоже как раз дантист которому я периодически к сожалению тоже вынужден обращаться но вот теперь и у нас все закрыто и для наших радиослушателей а помню где тут на фейсбуке был вопрос кто принимает влад фиртков замечательный стоматолог замечательный дантист в бэрингтоне принимает и где-то на западе там у него еще офис есть но это вы можете на интернете посмотреть написать влад фиртков там есть адреса я такую скрытую рекламу делаю и поблагодарить его качественная работа очень молодец ну а теперь поговорим вещах более глобальных например о социализме несмотря на то что корбин из покинул так сказать партию но не покинул партию а а покинул пост лидера партии сэндерс барни соскочил с президентской гонки два социалиста ушли а социализм то по сути дела остался совершенно верно и как обычно благодарю полину волкову за помощь подготовки выпуска дамы по-прежнему все с вами под ходим под той ситуации которая сложилась и увы и я не могу от нее совсем уклониться поэтому к ней вернемся но сначала дай действительно посмотрим на новость связаны с политикой непосредственной а не с тем что сейчас у нас под видом политики точнее говоря под видом борьбы с вирусом является политикой и две новости которые первую эмоцию облегчение и радости но когда начинаешь смотреть что происходит потом мы и последствия вот этих вот двух событий то если честно радость конечно улетучивается потому что изменений к лучшему не произошло а то что случилось возможно открывает путь к еще более прискорбным событиям ну вот да начал я мрачновато но тем не менее так оно и начнем мы с вами по хронологии тем более в прошлый раз не успели поговорить об этом событии и так корбин он оказался да как раз как положено антисемита на положение того кто прощается но не уходит то есть выбор проиграл но официально он перестал быть помните проиграл уже довольно таки давно но официально перестал он быть лидером партии только неделю назад когда был избран новый лидер в твиттере британские люди правых взглядов устроили такой как называется флешмоб да наверное в твиттере где перечисляли все худшие черты корбина и прежде всего естественно его антисемитизм его социализм ну и далее по списку ну вот эти было два основных но еще то конечно же что он поддерживал абсолютно все тоталитарные режимы и вроде бы человек который его сменила кир стармер такой вполне себе благообразный корбин ты по виду на какого-то старшего старого большевика был похож а стармер вроде бы вот такой действительно британец как мы себе представляем ничего такого страшного не говорит клянется что будет бороться с антисемитизмом даже себя причисляет к сионистам сразу же стал прятаться за женой еврейкой как и положено и вот некоторые как я посмотрю авторы уже преисполнились умиление и сентиментальности что все либо риская партия вернется к истокам будет дружить с израилем и будет защищать права простых граждан нет простить не вернется либо риская партия она если говорить даже ее корнях ничего хорошего себя не представлял я допускаю что среди ее деятелей отдельные какие-то адекватные люди были хотя многие вовремя из партии уходили перебирались либо в либеральные демократы либо еще куда но когда начинаются разговоры например о том что давайте вернемся к эпохе это ли то ничего хорошего не будет а это ли это антисемит тот же самый его можно отметить его успехи в годы войны конечно же взаимодействие с черчиллем но то что он антисемит тоже ни для кого не секрет и в последней биографии их объединенные с черчиллем об этом говорится и то что Этли повел масштабную программу национализации и того самого монстра который сейчас не справляется с происходящим с происходящей эпидемией хотя все равно как я вам в прошлый раз говорил требуется ему аплодировать и чуть ли не бить земные поклоны это все исходит оттуда и можно выискивать какие-то положительные черты я не знаю у уилсона гейтскил или еще у кого-то если постараться то может даже и у блэра но либо лейбористская партия это всегда партия левая партия левая соответственно враждебно израилю соответственно даже когда она вроде бы сотрудничает соединенными штатами как это было при том же блэре по сути своей другом она не может быть нормальному капиталистическому демократическому обществу какое представляет собой соединенные штаты и в этом плане когда мы на все это с вами посмотрим и увидим вот эту безрадостную картину то стармер он будет тот тем же самым корбином только в более повторяю благообразным видом а мы уже знаем что стармер был против брексита и требовал вторую референдума совершенно была отвратительная кампания масштабная он уже говорит о себе что он будет продвигать моральный социализм что это такое я не знаю ну или он будет плакать когда банкротит свою страну либо он будет как дайперс наш эльфа и петрова помните голубой жулик альхин который воровал ему было очень стыдно ну вот возможно и стармеру будет очень стыдно когда он будет проводить свою социалистическую политику и кампанию у него я не буду вам перечислять все естественно весь его теневой кабинет но то что например у него лиза нанди министр иностранных дел теневой это уже прискорбно потому что лиза нанди хотя я знаю левые израильские источники и восхищаются но простите здесь при всем своем уважении к израилю левых я не люблю вы знаете нигде лиза нанди это фанатка несуществующие палестины палестинского дела и то что такой человек у нас будет теневым министром иностранных дел у стармера это уже дает нам очень четкое представление о том насколько он собрался бороться с антисемитизмом да и лейбористы которые из партии ушли в свое время они уже в интервью говорят что когда корбин изрыгал все это свое хинею то стармер мог его остановить на самом деле или по крайней мере как-то ему указать что не стоит так себя вести он ничего не сделал и в роликах его которые предвыборные были уже мелькают все те же палестинские флаги и уже мы видим что социалист ищет помощи Палестине окружил себя левыми повторяю не буду вам их фамилии перечислять но поверьте мне на слово вся отборная левотня в его кабинете есть и расисты черные и самые авторитетные как их называют но якобы мягкие социалисты все это есть то есть лейбористская партия это все тот же самый карбинизм только теперь это если хотите грубовато прозвучит но не обессудьте все то же самое дерьмо только в красивой упаковке все и испытывать хоть какие-то иллюзии по отношению к лейбористам не стоит да к консерваторам тоже есть к нынешнему британским за чего придраться но увы делать ставку надо на них потому что лейбористы это ничего хорошего нам не дадут да и то самое движение о котором я вам говорил моментом оно называется оно никуда не делось и как я понимаю по-прежнему социалисты британские с лейбористами остается связанным я не слышал чтобы Стармер объявил о том что он с этим движением как-то порывает не слышал я такого ну вот а теперь в Соединенные Штаты то же самое вроде бы мы должны с облегчением вздохнуть что даже минимальная перспектива того что социалисты лучший друг тоталитарных режимов чтобы он о себе не говорил и длинный друг арабских террористов и все остальное Сандерс в Белом доме уже точно не будет но разве что не дай бог победит когда-нибудь Кортес или кто-то ей подобный и построит мавзолей куда Сандерса положит но давайте все-таки рассчитывать что этого не произойдет и что Белый дом для него остался несбыточной мечтой однако радость от того что мы избавились от Сандерса она повторяю преждевременно и хотя как я посмотрю вот эти самые демократические социалисты вроде бы не торопятся Байдена поддерживать Обама тоже я не слышал может упускай но не слышал чтобы ринулся его объявлять своим человеком но когда Сандерс и же с ним говорят что мы выиграли идеологическую борьбу к сожалению они во многом правы потому что на сегодняшний день для Демпартии с ее неизбежным движением влево и к окончательному социализму путь нынешней Демпартии определяет именно Сандерс и ему подобный и учитывая что нет абсолютно никакой серьезной программы никакой серьезной силы которая бы хоть как-то сдвинула о чем я постоянно говорю Демпартию к центру и даже как я смотрю люди которые ну при всех своих недостатках но могли быть союзниками консерваторов республиканцев они вытесняются как представляю теперь наверное можно пока еще да представляющий но увы скоро в прошедшее время не представлявший вас штат конгрессмен Липинский который проиграл уже праймарис как раз заведомо левой кандидатки вот это печально и Байден мы уже видим что он теперь будет стремиться не подавать себя не столько центристам на самом деле как бы нам не уверяли в обратном журналисты Байден будет естественно охотиться за голосами Сандерса а охота за голосами Сандерса это все больше и большее плевение то есть то о чем тоже я вам говорил а именно что Байден скорее всего будет воплощать в жизнь то же самое что Сандерс только может быть медленнее и как и в случае со Стармером под более красивыми лозунгами это увы неизбежно и если Сандерс сразу мог вызывать отторжение и многие свои пункты у людей бы вызывали нежелание их поддерживать то в случае с Байденом этого к сожалению не произойдет более того та мутная публика которая к сожалению еще осталась и Нево Трамперы которые уже полностью выживают из ума но они Сандерса были готовы поддержать некоторые а Байдена они увы ринутся поддерживать с большим энтузиазмом они будут игнорировать абсолютно все что Байден говорит и все его полевения безусловно но при этом будут активно продвигать образ Байдена как середняк тоже хорошее слово кстати но здесь все таки как центристы поэтому мы получили с вами уже практически готового кандидата который абсолютно беспринципный который очень близок а может уже на самом деле в маразме пребывает который может стать куда более левым чем Сандерс и его назначение потенциальное вроде Камалы Харрис или вице-президента или генпрокурора возвращение Сюзан Райс во внешнюю политику и тому подобные обещания которые уже так или иначе склоняются указывают на то что кабинет его ничуть не лучше того который бы был у Сандерса и таким образом человек который напрочь лишен вообще хоть какого-то стержня внутреннего но который будет делать вертеться как флюгер а флюгер а ветра демократической партии они дуют однозначно влево то радоваться повторяю абсолютно нечем другое дело что я конечно же никому ничего плохого не желаю и даже Байдену не факт вообще что он и доживет до выборов его сейчас я это понимаю как сейчас психуют демократы потому что учитывая преклонный отраст Байдена и то что вирус он так или иначе опасен конечно для всех но особенно сами понимаете для кого его сейчас как вести его предвыборную борьбу только чтобы он появлялся в эфире и говорил что Трамп плохой и все делает плохо а не дай бог что-то произойдет что-то с ним случится и как тогда быть демократом ведь может опять давайте этот вариант тоже с вами рассмотрим почему нет случилось самое худшее повторяю я никому не желаю этого но вдруг и тогда оставшись без Байдена демократа либо свой съезд который тоже как проводить неизвестно что будет летом мы не знаем учитывая общую обстановку в мире либо если Байден вдруг проходит выигрывать номинацию а с ним что-то случится потом как тогда выбирать там скорее всего будет решать вообще только демократический совет это несколько человек ну в общем у демпартии перспектива конечно весьма и весьма удручающая проблема в том что эти удручающие перспективы они могут и на страну потом перенестись и когда я так развиваю эту тему то я в третий раз говорю что я не желаю Байдена ничего плохого но когда он появляется на экране и начинает что-то говорить я не уверен что он доживет до конца предложения на самом деле а если вы вспомните как он пытался произнести слово education не самое сложное слово в английском языке так он и его до конца этого слова еле дожил поэтому что будет с поливевшей демпартией я не знаю меня если честно это и мало заботит им уже пора раскалываться на два чтобы основная часть была однозначно социалистической если какие-то адекватные люди чтобы уходили но вот как бы это социализм и как бы этот маразм несом который несет Байден как бы все это не перешло в политику американскую вообще вот это меня тревожит и на самом деле гораздо больше даже чем эпидемия ну вот здесь мне придется на такой мрачноватой ноте первый сегмент завершить но тем не менее если Сергей что-то добавит с удовольствием передам ему слово добавлю в вашу мрачную копилку пару слов они сейчас ломают голову над тем кого Байден объявит своим ранинг-мейтом или кто будет у него в качестве кандидата в вице-президенты ну и прежде всего конечно же женщин рассматривает кандидатуру женщин поскольку Байден поклялся что он возьмет в вице-кандидата женщину и вот тут всплыла фигура Гретхен Витмер это губернаторы штата Мичиган которая по последним репортажам издала указ запрещающий жителям штата Мичиган заниматься садоводством и запретить продажу семян в частности морковки вот в свете эпидемии коронавируса вот наверное выращивание морковки может как-то повлиять отрицательно на результаты так что она запретила это дело вот примерно таких кандидатов рассматривают вообще интересно это публика речь идет о Камале Хэррис конечно поскольку где-то 20 процентов афроамериканцев поддерживают Трампа то это трагедия для демократов и они полагают что Камала Хэррис как бы привлечет на их сторону больше афроамериканцев хотя если мы посмотрим на цифры в начале Праймарис то среди афроамериканцев она особой популярностью как раз и не пользовалась если значит Байден захочет привлечь наиболее левых то он должен взять в свои напарницы Покахонтас поскольку она шагнула далеко влево если так сказать считалось что Клабу Чар как бы она такая модерейт или в центре находится то и в общем еще одна забота у Байдена кого взять себе в напарники сломает похоже он голову на этом деле ну там ломать нечего уже если уж честно это сказать это скорее его помощники будут ломать а Байден он уже знаете как превращается помните в персонажей которых Лесли Нильсон играл в комедиях Ллойд Бриджес такие совершенно безумные президенты но они были в кино с ними было смешно Байден к сожалению в жизни вообще зрелище честно говоря такое для слабонервных смотреть наблюдать за Байденом добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте будьте добры Сергей где можно почитать другие материалы автора материалы автора Иван дайте информацию если это про меня то сейчас я к сожалению как автор не востребован я только с вами общаюсь поэтому все что вы можете слышать ну или в соцсетях меня ищите на фейсбуке например Иван Денисов добрый день пожалуйста в эфире добрый день а может Байден Мишель Обаму возьмет напарники как вы думаете да очень может быть что либо она либо Хилари появится в его команде но если появится Хилари а потом с Байденом что-то случится ну это знаете будет даже не смешно да уж удивительная вещь да вообще настолько непредсказуемы результаты этих выборов может быть именно поэтому демократы настаивают на том что по почте выборы провели через ну так сказать бюллетени отправляли по почте потому что где-то я смотрел статистику причем это государственная статистика это не какие-то там правые организации написали о том что там миллионы бюллетени так и не дошли до своего до места назначения миллионы да и при этом смотрите как только пошла информация что пресловутая досье стила это уже даже ФБР признавала кремлевская поделка почему-то вмешательство сразу демократов перестало волновать и хотя по почте это гораздо проще менять что-то и регулировать как-то но их это уже не волнует добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте 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 тут уже идут разные версии дальнейшей судьбы Байдена и многие говорят о том что его подменят прямо на съезде партии демократической партии вот возможен ли этот вариант и я уже хочу сказать коронавирус и вот уже я слышал о том что Австрия и Испания захотят уже в конце этого месяца выйти из карантина последовали этому примеру наш Трамп или же продлиться этот коронавирус карантина это как вы думаете да спасибо что касается подмены но это я так понимаю будет сложно сделать если Байден все таки будет присутствовать на съезде но я бы не удивился что это может произойти тем более ну Куома явно продвигается сейчас как спаситель нации хотя у него это не особенно получается если честно и по-моему сейчас уже такой его пик популярности уже спал но это может быть потому что если на кого-то и менять Байдена то пожалуй только на него что касается коронавируса в Испании я не поручусь но там по-моему как раз продлили еще а вот в Австрии и в Дании например ну так вышло что я за Данией в последнее время слежу не буду сейчас подробно объяснить почему может так-нибудь вернемся там да там собираются уже вот на эти в эти две недели до начала мая постепенно ослаблять меры и я думаю это правильно но вот к сожалению как я погляжу мы еще об этом поговорим кстати сегодня но в Штатах вроде бы все больше и больше нагнетается обстановка и совершенно на мой взгляд не оправдана не только у вас но у вас сейчас особенно и таким образом на президента будет очень сильное давление чтобы он продолжался этот локдаун как можно дольше я считаю это очень плохо я прекрасно понимаю что есть Штаты где наверное какие-то меры стоят действительно усиливать и стоит эти Штаты даже наверное закрыть для въезда ну кроме естественно всего необходимого но то что страну надо уже выводить из локдауна по-моему пора спасибо на самом деле действительно ситуация в разных регионах разная скажем в Нью-Йорке она катастрофическая это правда потому что такого количества заболеваний такого количества смертей как в Нью-Йорке наверное нигде нет и при этом как вы справедливо заметили Куома выставлялся в качестве спасителя нации при том что результаты самые что ни на есть плохие а правда с ним еще вот по-моему соревнуются Гэвин Ньюсом они так чередуются на национальном телевидении то один отчитывается то другой там пресс-конференции проводят может быть тоже так сказать воду пробует Ньюсом они же там бесконечно проводят опросы он такой импозантный такой красавчик и там результаты у них несмотря на всю на все убожество как бы во всяком случае не столько заболевших не столько умерших а может просто как-то научились это дело но Ньюсом это как раз абсолютный Сандерс если вы слышали его интервью где он сказал что коронавирус это возможность нам изменить всю страну это было добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте здравствуйте беспокоит Александр из Ашкелона Израиль здравствуйте Александр я под впечатлением ваших передач Александр на самом интересном месте обидно сори Александр ну вот что Александр вы с нами нет похоже Александр отключился все давайте мы все-таки сделаем перерыв буквально три минутки через три минутки вернемся обязательно продолжим возвращаемся в программу час Ивана Денисова телефон в студии по-прежнему 847-400-5200 интересно в связи с коронавирусом скажем ну понятно Трампа всегда обвиняли что он тиран что он ему присущи авторитарные тенденции он тоталитарен в общем вот все такое а вот что касается скажем демократов мэров вот в Кентаке по-моему да мэр родного города Луис Вилл по-моему да значит дал команду разогнать или вплоть до того что арестовать или оштрафовать людей которые приехали на Истер к церкви и сидели в машине они даже из машин не выходили они возле церкви на паркинге сидели в своих автомобилях для них ну для людей которые для верующих людей это большой праздник это имеет огромное значение так вот мы так мы так свободно мы так лихо расстаемся со свободой там я не знаю чтобы избежать опасности какой-то и политики этим пользуются похоже что единственная страна которая ну может быть не единственная но во всяком случае страна которая осталась островком свобода это Япония да это удивительно потому что ну понятие свободы Японии они ну мало у кого так или иначе стыкуются однако если мы посмотрим на сегодняшний мир то в общем-то есть от чего ужаснуть и даже не от эпидемии я не принижаю ни в коем случае ее опасности хотя тоже есть разные данные но на сегодняшний день мы я об этом говорил и буду к сожалению повторять мы все больше и больше теряем нашу независимость мы теряем нашу самостоятельность и мы теряем собственно говоря все и что хуже очень многие это делают добровольно вот лишь бы нас защитили лишь бы ничего не такого не было а так свободу нашу забирайте и так далее и это в общем-то никак не показатель расцвета цивилизации скорее наоборот потому что когда люди готовы отдать все ради своей безопасности на самом деле мнимой потому что когда все это кончится мы столкнемся с больными которых никто не обслуживал и которые будут в запущенном состоянии с болезнями которые в помещениях развивались и будут выброшены на улицу ну и все то о чем я вам говорил поэтому эта безопасность она временная обманчивая которую нам сейчас навязывают но что хуже это то что действительно нас лишают свободы а мы ничего не можем сделать и большинстве своему не хотим в соединенном королевстве уже открыто поощряются доносительства друг на друга в австралии уже открыто говорят что мы тут должны полгода сидеть заперти ну они имеется ввиду ну и мы все вместе и когда видишь людей которые хоть как-то этому сопротивляются то это радует но к сожалению эти люди все больше и больше не из западного мира в британии я вообще может я за ним все-таки меньше слежу таких несколько блогеров журналистов даже те к кому я раньше не очень хорошо относился но которые сейчас себя показывают с лучшей стороны в австралии да там тоже несколько телеведущих в америке всегда есть недовольные но любыми притеснениями свободы и этим америка замечательная но увы всего семь штатов насколько я помню сохраняют свободу от state home order все семь республиканские кстати говоря и ничего в Арканзасе где Хатчинсон вчера читал с ним интервью сказал что нам пока хватает масок и нормального дистанцирования и там больных много больше 1200 но на весь штат за месяц но при этом госпитализировано только 80 человек хотя готово 8000 больничных мест то есть штат в порядке но вы видите пока и давайте надеяться плевать стучать и так далее я уж не буду делать но вы меня поняли чтобы там так и продолжалось но повторяю мы не просто отдали свою свободу мы еще и допустили чтобы эту свободу забрали люди за которых мы не голосовали потому что на сегодняшний день миром правят не политики которые можно по разному относиться на которых мы голосуем так или иначе а врачи эксперты врачи я хорошо отношусь к ним они естественно они сейчас стараются и так далее но врачи должны лечить врачи не понимают как работает извините если кто-то нас слушает но хороший врач должен заниматься своим делом а никак не ориентироваться в каких-то масштабных экономических и политических процессах что касается экспертов которые нам выносят графики показывают что вот тут умрет столько на другой день ой нет мы ошиблись давайте умрет столько и так далее а они вот эти люди которые между собой не могут договориться они решают что и как политики подхватывают и используют происходящее в своих интересах естественно политики для этого и существуют но признаемся честно правят миром сегодня врачи которые к этому не готовы и не должны этого делать которые должны своим делом заниматься и эксперты и невольно вспоминаю что когда Эйзенхауэр готовил свою речь в 61-го года то предупреждал он об опасности изначально не военно-промышленного комплекса военно-промышленного научного и хотя подразумевается что это должно быть в совокупности да и его убедили вот слово научное откинуть но спичрайтер знали о чем идет речь и мы видим что именно научный комплекс он на сегодня опасен и он диктует что и как я не буду пускаться в конспирологию и на этом фоне действительно смотришь ну со Швецией там сложно когда я начинаю их хвалить меня начинает забрасывать цифрами и датами соотношением процентов и так далее я давайте про Швецию ничего не буду говорить но посмотрим на Тайвань и Японию действительно на Тайване по-прежнему местных двузначное количество прирост максимума 3-5 человек в день новых случаев смертей минимум и премьер их говорит что Чанчан что мы не будем локдаун это слишком просто это примитивная мера за которую долго будут расплачиваться следующие поколения видите китайский премьер тайваньский ну на сегодня прямо скажем мы еще поговорим про Китай что с ним делать мы сейчас мы видим что Тайвань это та страна с которой надо признавать кстати Дональд Трамп плач об этом на фейсбуке написал и старшему тоже следует это сделать что на Тайване там стараются изо всех сил сохранить свободу да есть ограничения но нет запретов а в Японии там вообще удивительная ситуация я об этом говорил в прошлый раз и повторяю еще раз в Японии запрещено людям запрещать выходить из дома в Японии запрещено запрещать владельцам закрывать свои бизнес предприятия но кроме каких-то экстремальных случаев поэтому в Японии там просят и когда я вижу объявление объявлено чрезвычайное положение в Японии в Токио и следующая новость губернатор Токио Юрий Кукаики просит владельцев ресторанов закрываться в 8 вечера дайте мне такое чрезвычайное положение чтобы кафе рестораны работали но закрывались в определенное время и люди уже сегодня пишут я видел успел посмотреть японские новости все равно выходят на работу да стараются сохранять все свое дистанцирование но как бы то ни было да они изо всех сил пытаются владельцы ресторанов и тому подобных мест ограничить сократить обслуживание там тоже экономические проблемы будут но самое главное там нельзя запретить людям выходить на улицу и нельзя запретить им работать то что во всем мире происходит более того и по-моему Япония это единственная страна где это произошло поправьте меня если я не прав но когда АБ премьера японский объявил о начале вот этого самого чрезвычайного положения даже с тем что я вам рассказал как оно работает в Японии прошла демонстрация против него да это была демонстрация очень культурная японцы могут безобразить тоже будь здоров на демонстрациях поверьте мне но эта демонстрация была не многочисленная повторяю людей собралось не так уж и много все в масках все держались на расстоянии друг от друга японская дисциплина и культура но это люди вышли протестовать даже против тех минимальных ограничений даже с условиями японского законодательства которые на них накладывают в Европе вы такое видели где-нибудь я простите не видел напротив мне даже люди говорят что были демонстрации с требованием устраивать локдауны в Штатах к моему сожалению я тоже такого не помню и вы видите что Япония это действительно место где свободу уважают но самое интересное а откуда там взялось такое уважение к свободе аналитики и журналисты которые пишут про Японию на английском языке они все указывают что это произошло благодаря японской конституции которая появилась после войны но так как журналисты пишущие Японии это в основном тоже либеральный эстеблишмент мировой то все почему-то забывают очень важную вещь а именно откуда собственно эта конституция взялась что японцы проиграли войну и решили сразу же раз мы проиграли войну давайте мы будем развивать гражданские права совсем не так а конституцию согласно которой Япония оказывается едва ли не самой свободной страной в мире на сегодняшний день принесли американцы если быть более точным то республиканский республиканец консерватор Даглас МакАртур который вы помните был верховным главнокомандующим и его группа авторов из которых особенно мы с вами выделим Кортни Уитни генерала потому что Уитни был юристом опытным адвокатом он работал в разведке но он был еще к тому же даже более консервативным чем МакАртур и был человеком убежденным антикоммунистом тогда кстати некоторые консервативные авторы выражали некоторые неудовольствия по каким-то частям конституции и по той программе которую МакАртур пытался провести в Японии но факт остается фактом МакАртур во-первых стал вытравлять грубое слово но так оно и есть боевой синтаизм религию и авторы которые уже консервативные призывали к этому же американских генералов в Афганистане и в Ираке ну естественно там не синтаизм а ислам надо было вытравлять чего к сожалению не произошло и мы знаем какие результаты МакАртур уже с этим действительно боролся и вот эта вот боевая опасность религии тамошней была сведена к минимуму и помимо этого всего МакАртур действительно конституцию которая подразумевает свободы японцам предложил и ведь заметь как-то проходило сперва он вызвал к себе премьера министра тогдашнего японского Кидзюра Сидехару и предложил ему свои пожелания Сидехара человек преклонных лет кивнул ушел собрал комитет пригласил туда Джодзи Мацумото местного специалиста который как считалось поможет и они конституцию этим комитетом переработали принесли ее МакАртур МакАртур счел что эта конституция не подходит тому во что должна быть превращена послевоенная Япония и он отправил ее на переделку ну и вот еще подключил своих помощников в том числе того самого консерватора Уитни и результатом стало то что мы имеем благодаря этой конституции Япония кстати император ее одобрил потом и Сидехара и когда Сидехара слегка обеспокоясь ну японцы сами понимаете у них уважение к императору отнес ее Хирохито то ждал он что Хирохито вдруг возмутится что нам такое тут навязывают но император оказался в данной ситуации человеком весьма и весьма свободомыслящим и он конституцию принял Сидехара тоже стала она законом и помогла во многом тому что Япония добилась того успеха которого она добилась а теперь когда вот еще бы избавиться от той самой статьи которая ограничивает их военной мощи кстати ее сами японцы как раз придумали ну Макар Тур им не стал запрещать так вот сегодня эта конституция принесенная повторяю американцами но усвоенная и ставшая частью японского общества она как это не парадоксально звучит как ни странно делает Японию действительно островом свободы и Тайвань тоже остров кстати говоря вот такие получаются да два островка но на Тайване тоже мы знаем было сильное влияние всегда американского прежде всего консерватизма консервативные политики всегда туда ездили и Рейган и активисты Рашер знаменитый туда просто так мог приехать потому что он был просто культовым человеком на Тайване ну и вот получается что сегодня когда-то американцы принесли свободу в Японию японцы этим действительно воспользовались и сегодня получается нам всем есть всему западному обществу да и нам тут тоже в Российской Федерации всем есть чему учиться у Японии что будет дальше мы конечно же не знаем и увы вот этот самый эстеблишмент научный может задавить и шведов и тайваньцев и японцев и навязать им действительно какие-то ограничения и это будет очень плохо я считаю но пока вот что есть то есть поэтому такой вот исторический бумеранг если угодно вот так неожиданно у нас у нас неожиданно прервалась связь попробуем восстановить обидно похоже наша программа сегодня закончилась досрочно вот кто-то пытается дозвониться давайте попробуем все услышали что прервалась связь да неожиданно совершенно прервалась связь с Иваном и к сожалению восстановиться не удается вы слышите я пытаюсь через скайп набрать Ивана но к сожалению что-то что-то в Москве происходит не получается ну что ж так или иначе действительно в Японии похоже Япония осталась островом свободы а вот у нас особенно в тех местах где правят прогрессивные наши права с легкостью с легкостью отнимаются и мы добровольно с ними расстаемся надо сказать это не то что там в каких-то случаях мы пытаемся что-то сказать протестовать каким-то образом высказывать свое недовольство в социальных сетях в эфире позвонив или сидя у микрофона но не знаю не знаю хорошо давайте мы тогда на этом закончим наверное наш наш сегодняшний разговор с Иваном Денисовым и встретимся с ним уже теперь через неделю да через неделю встретимся и продолжим наш разговор ну вот звонки есть добрый день к сожалению восстановить связь с Иваном не удалось если вы хотите что-то скажете да конечно здравствуйте вы знаете Сергей я эту передачу слушала в записи не получилось вживую Вадим обращался и спрашивал что я думаю насчет карантина сначала я думала что это ну когда его ввели что это единственный способ защиты от этого кошмара но потом подумав вы знаете я работаю и мой муж работает у них посадили всем одели маски посадили на определенное расстояние я работаю в таком комьюнити в котором я работаю с ну много кейсов больных уже зараженных как бы тоже разделяют пытаются как бы все это можно сделать если есть желание и можно продолжать бизнес даже вот ну как будто по радио вы можете вести на расстоянии все эти программы и все такое но даже бизнес который требует присутствия людей ну может быть за исключением ресторанного там где людям нужно есть и маску не оденешь нужно одеть маски и все потому что маска ну как бы они говорят не защищает остальных но она как бы вас не защищает но она защищает остальных от вас то есть если у каждого будет маска то каждый будет защищен и ничего страшного получается в этом нет вот надо бы нашим руководителям об этом задуматься спасибо большое спасибо вам спасибо друзья ну и наверное на этом на этом эфир не заканчивается впереди у нас радиоблог так что никуда не уходите до сих пор Продолжение следует...